Приветствую вас, уважаемые зрители. Честно, хотел для вас поискать какую-нибудь забавную историю, но народ упорно требует. Давай видос по третьей фазе. Я такой, блин, уже все давно известно. Третья фаза 4 апреля. Новый рейд Санкин Темпл. Дуал Спек. Пве и Вет и Зубрудный Кошмар. Что еще можно добавить? Нет, давай про третью фазу. Ну, окей. Действительно, я знаю людей, которые смотрят только этот канал и ждут новостей исключительно тут. Поэтому, ну, давайте повторим еще раз. То, что позавчера анонсировали Близзы. Кстати, полную переведенную оригинальную версию вы можете посмотреть в моей группе ВК. Там, так сказать, можно обо всем узнать из первых уст. Ну, а для тех, кто тоже собрался врываться в третью фазу Season of Discovery, как всегда, рекомендация. Ищите надежную площадку для оплаты подписки World of Warcraft? Поможет elfmoney.net. Более 15 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители, лучшие качества и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% по промокоду VANILA10. Ссылка в описании. Итак, да, новым рейдом станет храм от Алхакара. Тут, собственно, никакой интриги не было. Мы и знали, почему выбор пал на Санкин Темпл. По той же причине, почему во второй фазе вместо Алого Монастыря рейдом сделали гномер. Банально больше места. В затонувшем храме огромные залы, просторные полигоны, для того, чтобы Близзам было комфортнее дизайнить масштабные, интересные бои. К сожалению, ни Зульфараг, ни Марадон таким похвастаться не могут. Кроме всего прочего, где-то краем уха я слышал, что БРД в третьей фазе будет закрыта. Вот в упор не помню, где я это вычитал, поправьте меня в комментариях, если я не прав. Всего в СТ будет представлено 8 боссов, включая одного совершенно нового. Переработана таблица лута и адаптирована под 50 уровень. Кроме всего прочего, Близзам понравилась система Баджей, которую они вели во второй фазе. Единственное, что Баджей из боссов будет падать больше. Ну, оно и понятно, новый формат рейда планируется быть двадцаткой. Это уже как бы действительно похоже на рейд. Любопытный момент, предполагаю, что это сделано прежде всего для того, чтобы плавно подтолкнуть текущие статики из десяти человек объединяться с другими или расширяться. Ну, чтобы они не чувствовали себя уязвимыми перед крупными гильдиями. Кроме всего прочего, награды за квесты, которые выполнялись в СТ, тоже слегка так изменены и адаптированы под нужды игроков. Близзы так потихонечку избавляются от мусорных статов типа спирита на старом шмоте и заливают на них самые популярные характеристики выносливость, сила или СПД. Для каждого класса добавлено по шесть новых рун. На этот раз это будет шапка и браслеты. Руны обещают быть интересными, вары там вовсю радуются гладиаторской стойке, хотя пока не ясно какие еще будут способности. Некоторые новые руны, кстати, будут доступны и для лоу-левельных персонажей. К слову, если вы вздумаете прокачать альта, часть новых рун вы встретите уже в начальных локациях. Вообще, ранее была дискуссия о том, что близзы самые хорошие руны приберегли на самые финальные уровни, тогда как игроки хотели бы получить их пораньше и прокачивать персонажа, учитывая опыт новых способностей. Похожие разработчики это учли и будут стараться пихать новые руны не только для хай-левелов, но и для начинающих игроков. В плане ПВП изменения есть, но изменения касаются только шмота. Какого-то нового ПВП ивента не планируется. И похоже третью фазу игроки все так же продолжат меситься на кровавой луне в Тернистой долине. В принципе нормально, Тернистая долина локация вполне подходит для 50-х. Награды за ивент будут обновлены и адаптированы под 50-й уровень. А что касается шмота, то это разговор за сеты из 6 предметов, которые можно будет купить у новой фракции уже ПВЕ ивента Вторжение Кошмара. Вторжение Кошмара это такая отсылка к изумрудному сну, который Близзы все время хотели сделать на ваниле, но не сделали тупо из-за нехватки времени. Большая благодарность админу одного классического сервера, который поделился инсайдиком от самого разработчика изумрудного сна. Суть сворачивания проекта была в том, что Близзам хотелось сделать сон чем-то таким красивым и завораживающим, используя на тот момент новые технологии. Но поскольку в тот момент велась активная работа над созданием чумных земель, которые кишали ошибками, и багами, времени на разработку изумрудного сна просто не оставалось, его отложили до лучших времен, которые если не ошибаюсь настали аж в легионе, и то в совершенно другом формате. Событие Вторжение Кошмара будет заключаться в том, что игрокам придется заходить в порталы и отражать атаки всякой нечисти. Примечательно, что событие будет доступно не только хай левелам, но и для игроков начиная с 25 уровня. Во время события обещается просто невероятное количество опыта, который прокачивающие игроки смогут заработать. Как я уже говорил, с событием будет связана новая репа, за которой можно приобрести шмоточки, в том числе новый пвп сет для 50 уровней. Ну а с аппом профессии я думаю все понятно, естественно появится новый крафт, новые рецепты. На этот раз новым крафтовым эпиком будут плечи. Любопытный момент, разрабы все никак не могут определиться, высасывать деньги с игроков или нет. То они делают маунты дешевыми, то возвращают фулл стоимость, потом опять делают скидку. Рецепты в гномере по 25 голд это был тот самый механизм выкачивания голды с серверов, чтобы как-то бороться с инфляцией. Но честно игрокам это не понравилось. Мне это тоже не понравилось. Я вот купил 3 рецепта минус 75 голды, которые хрен когда окупятся. Ну а теперь что новые рецепты, что старые из гномера будут стоить копейки. Максимальный кап проф будет 300. Крафт плечей доступен с 250 скилла. Какой-то крафт будет частично служить для облегчения пребывания в изумрудном кошмаре. Таким своеобразным аналогом плаща Никси, который служил для нейтрализации дыхания драконов БВЛ. Ну и был бесполезен в других зонах. Дополнительный эффект крафтовых эпиков будет работать только в зонах кошмара. Несмотря на то, что профы будет возможно докачать до максимального уровня, разработчики заявляют, что в следующей, четвертой фазе для крафтеров появятся более крутые рецепты и шмоточки. Ну а пока можно определиться и выбрать специализацию для текущей профессии. Что еще из-за нового? Про дуал спек я думаю говорить не будем, тут все ясно, наныли так сказать. Старые бафы перестанут действовать на хай левелов, появятся новые бафы из затонувшего храма. Скорость прокачки будет работать по любопытному графику, то есть до 40-го мы качаемся с бонусом 100%, а начиная с 40-го и заканчивая 49-м буст будет равняться 50%. Так же как и БФД, из гномер сделают рейд для прокачки, который будет давать очень много опыта. Так же КД на рейды будет увеличено до недели. Это кстати хорошая новость, не могу передать вам чувства, как меня достал гномер и необходимость ходить в него каждые 3 дня. То что на рейд будет выделен 1 день в неделю, это прям праздник какой-то. Компенсацию к такому большому КД разрабы дают более богатую добычу из боссов. Так же Близзард поделились планами на будущее, переработка пассивок на навыки оружия, там ранее мастере было только у хуманов и у орков, в дальнейшем игрокам будет предложен выбор и для других рас, а так же для разных типов оружия. Престам будут доступны все расовые бонусы. Прощайте обязательные дворфы присты, добро пожаловать в секси эльфи яички. Ну и как бы 60 сеты тоже будут перерисованы и добавлены новый сет бонуса. Это как бы забегая вперед, думаю потом эта тема будет раскрыта лучше. Вот. Подписывайтесь на канал, чтобы дальше узнавать полезную информацию из мира в классик. Буду благодарен за лайк под видео. Удачи!